Это первый котенок, которого моя дочь принесла в дом, но думаю, что не последний. Не принять в дом его я не могла. На улице стояла холодная и сырая ноябрьская погода. Скоро должен был грянуть первый мороз, а на ферме спрятаться было негде. Котика отмыли, так как он был испачкан в отходах фермы. От животного исходил ужасный запах. Вот таким котик стал после того, как его искупали. Он обрел совсем другой вид. Он выглядел на 3-4 месяца. Мы отвезли котейку к ветеринару для осмотра. Его необходимо было подготовить к прививкам. Малыша обработали средством против блох, так как их на нем было огромное количество. Все малыши очень милые, но возраст вносит свои коррективы. Сейчас листочек напоминает гадкого утенка. У него длинное туловище и большие уши. Наши котики приняли новенького, как своего. В особенности с ним подружился рыжий котик по кличке Техас. Они вместе дурачатся ночи напролет. У нас теперь ночные игры по графику. Сначала с 9 до 11 вечера, а затем с 5 утра и до тех пор, пока не лопнет мое терпение. Даже бегемот включился в эту игру, хотя ранее равнодушно относился к подобному времяпровождению. Сейчас они катаются кувырком и похожи на Ини-Янь. Один черный, а другой белый. Вот таким подростком стал листочек. У него большие уши и яркие оранжевые глаза. Хотелось бы знать, каким он станет, когда вырастет. Думаю, что не слишком большим. Листочек точно будет меньше, чем коты породы Мейн-Кун. Хотя, это не имеет большого значения. Главное, здоровье котика. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на наш канал, у нас вы найдете много интересных историй о жизни и спасении животных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok